Министерство культуры Украины обратилось с письмом в штаб-квартиру ЮНЕСКО с призывом обратить внимание на состояние сохранения памятников в оккупированном Крыму. Об этом вице-премьер министр культуры Вячеслав Кириленко сообщил в эфире украинского радио. Поводом для обращения стала информация об обрушении части башни номер 19 в Судакской крепости. ЧП произошло в середине ноября из-за шквального ветра. Кириленко считает, что причиной послужило то, что в эти полтора года так называемая власть не уделяла внимания поддержке и реставрации памятников в Крыму, а также аварийным работам. Напомним, заповедник Судакская крепость находится в предварительном списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Руководство заказника еще в феврале этого года говорило о том, что состояние безымянной башни номер 19 существенно ухудшилось из-за неблагоприятных погодных условий. Стена накренилась. Об этом сообщил судакский блогер Сандро Кирьяков, которому удалось встретиться с заместителем директора заповедника и получить соответствующие документы. В письмах в Крымское министерство культуры и комитет по охране памятников руководство Судакской крепости сообщает им, что нужны срочные противоаварийные работы. Ранее были письма тоже отправлены по этому объекту и он должен был подлежать реконструкции и противоаварийным мероприятиям. Этого не произошло и мы его просто огородили вокруг. Это вы огораживали еще заранее? Заранее, потому что он был в очень критическом аварийном состоянии. Руководство крепости заявляет, что самостоятельно проводит часть работ. Ограждение крепости с левой стороны, противопожарное оборудование, камеры наблюдения за заповедником. Между тем, в феврале прошлого года они сообщали и о том, что существенно ухудшилось состояние 7-й и 18-й башен, храма с Аркадой. Но и на их реконструкцию и противоаварийные работы денег тоже пока не выделили. Никакой роли не сыграло и то, что в октябре 2015 года власть России внесла крепость в так называемый список 220 объектов культурного наследия федерального значения на территории Крыма. В Министерстве культуры Украины напоминает вся ответственность за повреждения или разрушение памятников в Крыму после аннексии несет оккупационная власть. Министр культуры Вячеслав Кириленко прогнозирует, что если Россия и дальше будет также относиться к историческому наследию полуострова, проблемы будут и в Херсонесе.